И вот же он. Здравствуйте, мои дорогие ребята. Всем огромный пламенный привет. Мы с вами из центра Праги сегодня вещаем. Прям вот вон он, Пражский замок. Прям красавчик. И сейчас будем с вами обсуждать вопросы о здоровье, долголетии, испортии, семье. В общем, все, что вас будет интересовать, будем сейчас с вами проходить. Ребята, всем огромное спасибо, кто смотрит меня в YouTube, в Instagram. Обязательно подписывайтесь, где бы вы нас не смотрели. Сейчас ребята заходят, будем сейчас работать в красоте. Сегодня не жарко, сегодня прям отлично. И у нас уже раскачивается эфир. Большой всем привет, Липовский. Здравствуйте, дорогой. Так, поехали. Александрочка здесь подключилась. Красота. Ребята, я сегодня сделал, опять же, все зависит от того, когда вы смотрите меня. Вы смотрите меня прямо сегодня или вы смотрите меня через месяц. В общем, в YouTube есть крутое видео, которое я посвятил вопросам того, нужно ли взвешивать продукты. И стоит ли вообще, в принципе, считать калории. Очень важное видео. Посмотрите, как вы относитесь к лимонной кислоте в составе. Да, абсолютно, это не тот продукт, который должен вас смущать. Естественно, на голову желудок лимонной кислоты быть не должно, потому что она однозначно поднимает уровень инсулина. И обычно она не приходит самостоятельно, а приходит в компании с чем-то. Ребята, посмотрите, я сейчас покажу вам. Значит, мы с вами вещаем вот из этой нереальной красоты. Вот эта Малонстранская площадь, значит, этот Пражский замок. И мы с вами на набережной, здесь, естественно, кораблики. А вот это, внимательно, значит, Пражская консерватория вот здесь. И сейчас вон в том окошечке кто-то с Альфейджио, значит, свое тренирует и тянет голосочек так, что прямо срадуется, если нам повезет, мы с вами услышим еще. Значит, поехали дальше. Табурова, здравствуйте, дорогая. Так, Назаров, здравствуйте, запускаюсь в мисс-чата. Доброго дня, всем добрый день. Ребята, быстрее пишите, пожалуйста, вопросы для того, чтобы я был вам максимально полезен. Я, конечно, всегда могу рассказывать вам и показывать в эфире разные приятные вещи и вещать о своих мыслях, но я же здесь для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Правильно, ашфаганда на ночь не бодрит. Сердечко в бой, действительно. Ставим лайки, пожалуйста. Юрий, я вам сейчас скажу, что мы теперь с вами параллельно со всеми историями эти видео наши в IGTV, и они теперь у нас и YouTube-видео. Поэтому вы теперь боретесь за лайки не только, которые ребята ставят здесь, в Инстаграме, но и за лайки, которые ребята ставят в YouTube. Вчера было первое видео залито в YouTube. Значит, ашфаганда на ночь не бодрит. Ребята, внимательно рассказываю. Ашфаганда, для тех, кто не знает, это будет один из тайтлов этого видео. Это аюрведическая, мощнейшая, гомеопатическая, но в отличие от многих гомеопатических препаратов, которые работают только по принципу плацебо, ашфаганда работает, во-первых, очень хорошо поднимает тонус ТТГ и поднимает тонус щитовидной железы, для тех, у кого угнетена щитовидная железа. Ашфаганда очень хорошо помогает работать со стрессом для центральной нервной системы, для работы мозга, для вообще большинства функций человека, которые, скажем так, переходят в неправильную стадию работы на фоне воспалительных процессов. Воспалительный процесс – это так называемый inflammation, который имеет место практически у всех людей из-за стрессов, из-за еды, из-за сахара, из-за многих-многих-многих факторов. Поэтому ашфаганда – очень хорошая вещь независимости. Есть у вас проблемы со здоровьем или нет? Можно ли поднимать человека за руки со спины, чтобы позвоночник прохрустели? Не вредно ли? Могут позвонки… Позвонки свиститься не могут, а вы можете выдвихнуть человеку ряд суставов. Лучше всего хрустеть позвонки не за руки поднимая, а когда руки сложены, и ты как бы делаешь такой специфический маневр. Но это, опять же, нужно быть специалистом, чтобы это сделать правильно. Поехайте. Вы кушаете свинину? Вы знаете, какое-то время назад я ее подключил в свой рацион, но, вы знаете, опять же, я соврал бы, если бы сказал, что вообще крайне редко. Для меня свинина – это какое-то мясо, которое… Вот я даже когда с ним готовлю, я не получаю удовольствие от готовки. Вот, ну, не получаю, мне оно как-то не нравится. В отличие от того, что я получаю сейчас удовольствие от лебедей. Какие красавчики. А еще, когда плаваешь на катамаране, вот, туристы кормят их. И на катамаране лебеди наглеют, и они прямо на катамаран залазят. И говорят, есть в чем. Поэтому свинину очень редко не готовлю. И у меня даже есть видео отдельное, которым я рассказываю, почему… То есть оно и паразитов может содержать, и любое мясо может содержать паразитов. Но свинину все равно нужно приготовить хорошо, вготавливать хорошо. Плюс кошерное, некошерное. То есть многие религии его не просто так избегают. Так, Алексей, лечусь от паразитов. Дали сироп, он сладкий. Пейте, пейте. На голодный желудок его нужно пить, не парьтесь, Алексей. А прическу обновили, подстригся просто. Алексей, сыр с пожитником, открытие и кето можно? Можно. Что бы спросить, не знаю. Ну, не знаете, просто поставьте лайк и все. А я все о бульоне. Все на бульоне, наверное, да, третий день. Анушка, бульон – это очень крутая вещь. Ребят, это мега полезно. Бульоны – это мега крутой продукт, который дает вам большое количество коллагена. Бульон прямо очень хорошо насыщает. Поехали дальше. Принимать надо на голодный желудок. Принимайте, Халиточка. Алексей, вы такой хороший человек. Дай бог вам здоровья. Анастасиечка, вам огромное спасибо. Я искренне стараюсь, чтобы вы видели, что можно быть добрым, хорошим, открытым, честным человеком. И вот какой я есть с вами, абсолютно расслаблен. Ну, конечно, не то чтобы расслаблен, нога-но-ногу. Мы все-таки с вами ведем эфир, в котором, дайте на минуточку гляну, 120 человек. Посмотрите, какой маленький засранец побежал. И после этого тысячи и тысячи людей смотрят эти эфиры. И ты как бы и расслаблен, и одновременно с этим ты понимаешь, что если это будет не настоящая твоя реакция какая-то, не настоящий ты, то это все равно, но ты не можешь держать образ постоянно. Ты не можешь постоянно быть, то есть ты в одной роли не можешь быть. И люди, которые на самом деле не являются тем, кем хотят быть в эфирах, в своих видео, когда ты их встречаешь, это очень смешно. Алексей, ты точно, ты точно сенсей? Ай, красавчик. Юрий, безумно рад. Как питаться во время беременности? Слушает врачей, была уже полгода на кето, теперь вы. Кето вы прекращаете во время беременности, кето не нужно, пожалуйста. Просто я бы не советую, посмотрите, какая же все-таки красота. Эти перолеты, это нечто абсолютно, абсолютно нечто. Господи, сколько же людей. Я, не подумайте, я не отвлекаюсь глубоко, я сейчас к вам вернусь, но я просто хочу, чтобы вы могли оценить красоту этого невероятного города. Для тех, кто не знает, мы сами вещаем из Праги. Так вот, кето во время беременности я бы не рекомендовал. Я бы рекомендовал идеальное питание во время беременности палео. У меня двое детей, которые были полностью зачаты, выношены, накормлены грудью. Мы всегда на палео. Палео это что такое? По сути, это тот же кето, только в котором чуть больше углеводов из овощей и фруктов. Это просто здравый смысл в питании, который просто-напросто дает тебе больше витаминов и минералов и не приносит. Опять же, кето это потрясающая вещь, не поймите меня неправильно. Кето это очень важно и это очень круто, потому что мало углеводов. Ну и кето это здоровье. Это именно здоровье. Но когда вы ответственны не только за себя, то экспериментировать не стоит. И мое глубокое мнение и глубокий совет как отца двоих детей, пожалуйста, сделайте палео, сделайте больше углеводов. И врачи очень мало в принципе понимают, какие фонтанчики красивые. Врачи в принципе очень мало понимают о питании. Врачи много понимают о коментах и о том, как их и куда их вставлять нужно. Но когда речь идет о сбалансированном питании, врачи часто вам будут рекомендовать дробно и меньше жиров. Ну какая-нибудь примитивная классика. Спускаюсь в самый низ чата, ребята, в самый низ чата. Алексей, какие еще расходы предстоят, кроме участия в своем марафоне? Оксаночка, если вы планируете участвовать в моем марафоне, то если вы захотите сдать анализы, вы их сдадите, это абсолютно по желанию. И заплатите в клинике за ваши анализы. Если вы не захотите сдавать анализы, то, собственно, вы ничего не будете тратить. Этот вопрос будет закрыт. И если вы ко мне придете в марафон, вот только что я разбирал анализы женщины, у которой был рак молочной железы, у которой прописаны некоторые препараты. И я дополнял список ее препаратов и говорил о критической важности внести некоторые добавки в ее рацион, для того, чтобы понижать уровень эстрадиолов, а не просто блокировать его. И это еще одна статья расходов. Если вы захотите услышать мое мнение, например, если у вас какие-то проблемы со здоровьем, и я буду видеть ваши анализы, то я вам скажу, вам нужно купить это или это. Но относительно того, буду ли еще я с вас просить деньги, нет. Вы платите за участие в марафоне, и дальше вы участвуете и задаете только вопросы, и все. Сахар до открытия 1 на ПГ 16 на 8. Это нормально. Ничего себе, какой у вас крутой сахар. Я бы сказал, что это мега круто. Следите за тем, чтобы не было состояния, где у вас высокий инсулин и низкий сахар. В этом случае нужно будет поправлять здоровьечко, так сказать, в кавычках, и повышать уровень глюкозы. Но глюкоза 1 – это реально низко. Это уже конкретно низко. Вы, пожалуйста, проконтролируйте следующую вещь. Какой уровень инсулина? Сходите в лабораторию и сдайте уровень инсулина вашего. Потому что, скорее всего, такой высокий уровень, низкий уровень глюкозы, из-за того, что у вас очень высокий уровень инсулина. А инсулина – высокий уровень, потому что еще, скорее всего, вы его не восстановили до его нормы. А норма инсулина – это 3-4, это идеально где-то так. Так, поехали вниз. Так, привет, там, Медик. Так, посещаете ли вы рестораны или принципиально кушаете? О, упаси вас, глюкозы. Конечно, посещаем. Конечно же, посещаем и достаточно… Ну как, опять же, ребята, мой образ жизни, внимательно. Мой образ жизни – это сумасшедший темп, в котором нет места ресторанам, не потому что я их не приветствую, потому что крайне редко есть возможность сесть в течение дня. И вы знаете, я на интервальном голодании, и мне не нужно просто ходить в рестораны. Я по этой статье очень еще и подхожу трепетно к вопросу того, как и кто что готовит. И мало есть мест, в которых я действительно могу поесть, и скажу, да, это было полезно, круто и вкусно. Поскольку я ем один раз в день, ну или вот там час-полтора в день, и я должен за это время получить максимум пользы и удовольствия, поэтому как бы я в основном готовлю сам. И то, что я готовлю, приносит и пользу, и удовольствие, и я 100% знаю, что это идеально. Но когда, например, мы были сейчас в Австрии, да, у нас были в кавычках каникулы, я все равно работал, но там я не готовил, там был ужин а-ля карт, он был чистый, прекрасный. Там был завтрак, с которого я бы очень многое хотел видеть на ужине, но, к сожалению, в ресторанах можно есть, в кафетериях можно есть. Есть много дешевых блюд, которые приносят пользу вашему здоровью, и которые реально, я вам скажу, ребята, внимательно, шаварма, если она приготовлена правильно, или в этом случае проще для понимания шаварма, но шавурма, или называйте ее как, шавуха, как хотите ее называйте, это если сделана из правильного мяса, и в ней нет картошки, и в идеале она не завернута в дешевый белый лаваш, то это сказка. Это в Праге называется кебаб. И это турецкая кухня, здесь она представлена в мириаде вариантов. Это тарелка, на которой, это дешевый вариант на каждый день, который подразумевает вот так, сходили, поели, ну, во сколько вы поели. Вы же спрашиваете, я говорю, вот если я днем, у меня будет задача поесть, куда я пойду? Я пойду в заведение, которое в Праге несколько есть, подчеркиваю, где мясо, которое они жарят, не привозят, замороженное, хрен пойми, что, а мясо реально приготовленное, свежее, и нанизывают на шампур, на этот большой. Вы видели, как в турецких ресторанах это делают, ну, в Инстаграме, если вы напишите какой-нибудь, тюркиш шеф, то вы увидите, мясо, говядину нанизывают, челятину, куриный, может быть, поджаривается, и там мясо и овощи. Это все на тарелке, и это, по сути, та же шаурма, только разный тип овощей, и он может быть завернут, может быть, не завернут в лаваш. Все, все очень просто. Вот вам примитивнейший пример того, что можно есть, и то, что чисто. Но подчеркиваю, если вы знаете, что это чисто, если это у вокзала из каких-нибудь, как нас в детстве пугали, из котов, то лучше, конечно, не стоит. Сегодня на турнике содрал мозоль на пальце. Как быстро восстановить кожу? Ой, ребята, это же пивной велосипед. Это очень популярная пражская аттракция, где ребята едут, пьют пиво, это какое-то мероприятие, и одновременно с этим крутят педали. Как вам такая штука? Если вы содрали мозоль, то есть специальный клей. Да-да, вы не ослышались, клей для наших друзей-кроссфитеров. И друзья-кроссфитеры заклеивают им к чертям содранные мозоли, но восстанавливать придется все-таки долго. Я какое-то время сам содрал гири, и я в бандаже был, но заниматься продолжал, в зависимости от жесткости сдирания. Алексей, скажите, пожалуйста, что можно кушать, чтобы получить К2? К2 – это печень, это в идеале вы его берете дополнительно, потому что вы его, так же, как калий, получить сложно в достаточном количестве. Поэтому лучше всего его в виде добавки брать. Понимаете, калия вы в день, например, получаете, должны получать 5000 мг, а с едой вы получаете там 1000-1500-20000. Ну, нужно балансировать. И едой добавлять, и добавлять обязательно, если есть необходимость, добавками. Смотрите, я на бульоне и о бульоне. И вот вопрос. Варила говяжий бульон, выварила весь коллаген за 8 часов, его пить также на голодный желудок? Смотрите, Аннушка, вы можете вводить бульон как доп. Ваш обычный рацион. Вот, пожалуйста, пришла заявка в марафон. Так, опять на полэкрана выпадает, я не вижу текста. Вашего текста не вижу. Так вот, внимательно, ребята. Коллаген и бульон – это потрясающая вещь. Это очень полезно, если вы не веган и вегетарианец. Опять же, очень приветствую. Коллаген – очень крутая штука, которую вы получаете из бульона, если не хотите брать допом. На голодный желудок никаких бульонов, потому что в нем до чертей калорий. Поэтому никаких на голодный желудок, а это прием пищи. И желательно ваш бульончик вы готовите с, внимание, добавлением уксуса и с добавлением зелени, и с добавлением разнообразных абсолютно специй. И вы можете делать даже себе бульонный детокс такой на 2 дня, где вы ничего, кроме бульона, не будете кушать. Только бульон и все. Чем понизить уровень эстрогенов? От кофе отказаться. Причем здесь кофе? Кофе здесь ни при чем. Уровень эстрогена. Внимательно, ребята. Ой, сейчас моя любимая начинается. Смотрите. Мы с вами подходим, значит, во-первых, ресторан с прекрасным видом на Прагу. Это шикарно. А во-вторых, смотрите, целый, значит, прогулочный катер грузится людей. И почему это моя любимая тема? Так каждый раз, когда ты проходишь через большую толпу людей на вытянутой руке с телефоном и вещаешь что-то, на тебя всегда смотрят как на кретина и на сумасшедшего. И это круто, потому что это вводит меня, как ведущего, в состояние дискомфорта. Состояние дискомфорта – это еще одна возможность стать лучше и работать со своими тараканами. Да-да-да-да-да, я снимаю, ребята. Посмотрите, мне отворачиваются. Так вот, история с вашим... О, Господи, Боже мой. Господи, какая же дичь. Надеюсь, это было железное понарошечное ведро у девочки. Я испугался, у меня аж сердце остановилось. Понижать эстрадиол. Кофе здесь вообще ни при чем. Это, знаете, примерно так. У меня из-за того, что я пью кофе, болят суставы. У вас болят суставы не из-за кофе. Для того, чтобы понизить уровень эстрадиола, вам нужно, во-первых, наладить печеночную функцию, потому что эстрадиол выводится из вашего организма через систему вывода. Это, во-первых, система вывода – это печень. Посмотрите на уровень АЛТ, АСТ, билирубина. Во-вторых, ваш эстрадиол является глобально потенциально опаснейшей вещью для женщин за 40. Это онкология по-женски. Это очень опасно, поэтому его нужно постоянно отслеживать и контролировать. У мужчин также рак может быть на фоне высокого уровня эстрадиола. Понижать эстрадиол нужно при помощи добавки, которая называется DIM. D-I-M. Это вещь, которую вы используете каждый день. И следите за уровнем вашего эстрадиола. Он поможет вам понизиться. И обязательно нужно следить за тем, насколько удачно проходит лечение. DIM на iHerb вы можете его заказать. Вообще никаких проблем нет. Вместе с этим я бы еще сделал поддержку печени силимарином и следил бы за вашей активностью, потому что в основном как происходит. И я вам сейчас расскажу о… Внимательно сейчас. Внимательно, ребята. Люди в основной массе своей. И как вот, пожалуйста, женщина прямого примера, да? Примерно, да? Наш клиент. Да, в основном все женщины, которых вы видите, все имеют какое-то количество фактов. Я вот сейчас просто включил, просто через… Практически все лишний вес имеют. Почему? Потому что неправильное питание, много самоублажений, что это повышает уровень нагрузки на печень, способствует проблематичному выходу эстрадиола. А эстрадиол с возрастом, он из нескольких видов. Эстрадиол плохой, хороший для простоты понимания. Плохой начинает преобладать. И он потом вызывает непосредственно онкологические отклонения. И для того, чтобы вопрос эстрадиолом бороть, вы должны внимательно, ребята, следить за питанием с молоду, печень и понижать его, если уж он лезет наверх. Всякие тамоксифены, они блокируют, конечно, действия эстрадиола, но они не убирают причину его изначального возникновения. Пиво! Липовский здесь, Алекс, пиво вредно. Что вы! Пиво – это мой шикарный напиток. Я считаю, что пиво – это эликсир забвения. Вот так. Предусловно, что я живу в Праге, и здесь через одного все его хлещут. Но я вам показываю, ребята, ты идешь по улице, фактически найти человека без чего-то лишнего на его теле. А для меня, опять же, вы не поймите меня неправильно. Я не делаю бодишейминг. Ни в коем случае. Бодишейминг – это последняя вещь. То есть, ха-ха, ты там всякой, ты там такой. Увольте. Я хочу помочь каждому и всем, но человеческое тело – как вот паспорт. Ты смотришь, и ты видишь, что человек себе позволял, позволяет, как, что, где у него не так. Все на теле написано. И поэтому я говорю, что красота тела – это вторичный вопрос. Здоровье. Но его отсутствие, либо потенциальная опасность его отсутствия всегда выражается на вашем теле. Так. Пикаленат Хрома. Через каждый день спрашиваете. Если у вас есть в нем необходимости, вы думаете, что он вам поможет? Да, я в своей практике не могу сказать, что он работает. А мы со свекровью вас смотрим. Спасибо за инфу. Вам огромное спасибо за то, что смотрите и спрашиваете. Алексей, здравствуйте. Подскажите, как из вашего опыта ПГ и КЕТа палеодиеты влияют на вирусы папилломы, в том числе на его внешние проявления. Спасибо. Папилломы – это что такое? Это доброкачественные деления клеток эпидермиса, вырастающие в такие своеобразные сосули. И мы с Валельной, кстати, вышли. Вот она, консерватория потрясающая. Вот моя кафедра Карлова университета. Вот протестующие студенты против изменения климата. Вот, значит, Пражский замок. Ну, это просто как нереальнейшая вообще красота. И там Карлов мост метров 150. Папилломы. Если вы будете делать КЕТа и высокий протокол ПГ, полностью у вас в организме, вы сможете их избавиться. Полностью. Но для этого нужно будет хотя бы года полтора-два. И я вам гарантирую, на 200% вы этот вопрос решите. У меня у самого, вот здесь на шее была такая, на полсантиметра, пропала. Несколько лет на интервальном голодании. Просто как рукой сняла. Алексей, что скажете про сауну? Каждый день не стоит. Сауна каждый день приведет к тому, что вы будете драматически понижать. Опять же говорю из опыта, потому что сам каждый день, когда было больше времени, ходил в сауну и понизил уровень тестостерона сильно. Из-за этого сбился сон. И восстановиться не мог никак. После тренинга тяжелого сауну рекомендую делать хотя бы 2-3 раза в неделю. Ну, хорошую имеется в виду. Так, чтобы 2 раза ты зашел, потом в ледяную окунулся водичку и желательно, в идеале, для того, чтобы получить максимум от вашей сауны, вы после тренировки проводите. Потому что совмещение тренинга, будь то интенсивный или силовой, вместе с сауной приводит к тому, что вы драматически увеличиваете и уровень ваших гормонов, и потенциал выработки гормона роста. Это очень важно. Рост как увеличить? Если вы уже выросли, то вы ничего не решите с вопросом роста. Вы понимаете, работа с гормонами, которой мы занимаемся, она самая важная. То есть вы знаете, человек рождается, умирает, улыбается и плачет по воле гормонов. гормоны сами по себе могут на такие внешние критерии влиять, как жир, мускулы. Но длина ваших костей, точки прикрепления ваших мышц – все это прописано в вашем геноме. И ваш геном, который достался вам от биологической матери и отца, изменить вы не можете. Это невозможно. Поэтому, если вы не вышли ростом слишком короткий, низкий, простите, слишком высокий, длинный, простите, это не изменить. Но можно изменить композицию своего тела. Главное, если у вас низкий рост, чтобы вы не старались компенсировать, как большинство бодибилдеров стараются нарастить мышечную массу, чтобы воспринимать себя в зеркале круче. Но это делает человека еще визуально ниже, потому что он превращается в какую-то табуретку такую. Зал, в котором я какое-то время проводил реабилитационные сессии, какое-то время назад. Он был профессиональный атлет чешский. Не буду называть имя, фамилию. Очень смешно. Вот он вот такой мне по пояс, по пояс, по плечу. Очень смешно. И вот он абсурдно широкий, понимаете? И это, ну... А с другой стороны, я, опять же, был по грудь одному из атлетов чешских стронгменов. По грудь, вы представляете? Я вот так вот... Здравствуйте. Гигантские просто человечище. Так, постоянно болею на ПГ уже месяц, еженедельно. На 48 будут ягоды, овощи, мясо Омега. Все равно болеют. Конечно, вы болеете. У вас слабый иммунитет. Иммунитет вам нужно повышать при помощи... Во-первых, сделайте анализ крови. Посмотрите, где лейкоциты, тромбоциты, где все-все-все-все элементы крови. Как ваша кровь справляется? Вот опять же. Ребята прошли, такие... Ха-ха, дурачок с камерой. А здесь в прямом эфире 140 человек. Ха-ха. И вот это не должно вас сбивать никогда. Если не важно, чем вы занимаетесь. Не важно, что вас высмеивают. Главное, что вы делаете то, что требует ваше сердце. Так вот, вы очень внимательно повышаете свой иммунитет при помощи правильного питания не за месяц. И ваши лейкоциты в крови будут подниматься не от того, что вы страстно этого хотите, а потому что ваш костный мозг и печень будут работать соответствующим образом. Нужно время. Горбушу можно консервы? Консервы лучше вообще избежать. Пропало желание сексуальное. Как вернуть? Все в гормонах. Сексуальное желание это опять же дисбаланс чего-то. Нет такого понятия, как шпанское ушко, которое вам там что-то будет хотеть. Половое влечение это напрямую дисбаланс гормонов. Я не знаю, в чем именно выражается ваш дисбаланс, но 99,9% что это гормональная история. Так, уже 12 лет страдаю паническими атаками. А вот это очень мощно. Панические атаки это всегда уход корнями. Любая психология это уход корнями в детство. И мы сейчас с вами как начнем, то мы с вами закончим через несколько часов и только копнем вообще тему психологии. Потому что моя супруга психолог, мы часто работаем и обсуждаем. И нет здоровых людей с точки зрения психологии, если не диагностированы. У каждого свои тараканы, панические атаки, обсессивно-компульсивные расслойства, разнообразнейшие абсолютно моменты, которые будут вас лишать покоя и не дадут вам реализоваться. И относительно панических атак отдельная история. Будем разговаривать. Ребята, странные люди. У нас очень часто люди общаются по видеосвязи, никто вообще не реагирует. Макс, у нас многие не реагируют, но для многих это достаточно смешно или как-то странно. Потому что ты, никто же не знает, ты снимаешь или ты еще что-то делаешь с камерой со своей. Ты говоришь по фейстайму с бабушкой и показываешь ей Прагу. Это не имеет значения. Если ты делаешь что-то странное, то все равно как бы это будет вызывать. А когда ты еще идешь, снимаешь. Ребята, когда мои годы съемки на зеркальную камеру, ты идешь, у тебя зеркалка в руке, из нее торчит микрофон, из нее торчит, значит, штатив. И все это мероприятие выглядит весьма вызывающе. И это, мало того, еще и вызывает у людей желание позвать охрану и спросить, а есть ли у них разрешение на съемку. Понимаете? Так. Браво. 150 человек. Конечно, 150 человек в эфире. Ребята, спасибо всем огромное, кто присоединился. Мама говорит, розовая соль точно такая же, как и обычная. Что же при этом, что при этом говорить? Да ничего при этом не говорить. Используйте себе спокойно. Ваша мама просто не понимает, что химический состав гималайской розовой соли на самом деле на 90% такой же, как и обычная. И она в этой части права. Но на 10%, в зависимости от обычного региона, где она добыта, 10% вашего состава, вашей розовой гималайской соли будет приходиться на trace minerals, так называемые, которые пребывают в розовой гималайской соли, ну, скажем так, в минимальном, можно сказать, значении, но и критическом значении. Потому что соль, ребята, внимательно, соль в чистом виде, что это такое? Это натрий. А натрий в чистом виде, не отбалансированный, приходящий в наш организм, приводит к отекам, приводит к разнообразным дисбалансам электролитных жидкостей. А что такое баланс электролитных жидкостей? Это когда натрий балансируется еще остальной таблицей Менделеева. И остальная таблица Менделеева критически важна для электролитного обмена и баланса минералов вашего организма. Поэтому калий, магний, цинк, железо, фосфор, присутствующие в гималайской соли, пускай в небольших количествах, но на фоне воды, которую пьете, будет значительнейшим образом влиять на баланс и здоровье в долгосрочной перспективе. И более подробно вы можете узнать об этом в моем видео в Ютьюбе, которое называется «Соль. Ты будешь в шоке». Я там рассказываю о разнице обычной каменной соли, о том, чем отличается морская соль. В ней буквально на 2 минерала больше, чем обычной каменной соли. Альпийская и гималайская. И в этом идет основа. Она розовая. Почему? Ну, ее, конечно, могут красить и продавать на вам по видам гималайская. Это тоже не полностью исключенный вариант. Но обычно розовая гималайская соль – это соль, богатая минералами. И мы подошли к вот такой картине, где потрясающий прогулочный кораблик входит под мост. Мы с вами вот здесь. Красота невероятной Праги. Во-первых, вас приглашу. Сегодня вышла реклама 15 сезона моего марафона. Если у вас есть желание, участвуйте, регистрируйтесь. Сейчас вы можете узнать подробно о том, что входит в мой марафон в стори. Там прям 22, 3, 4 пункта того, что входит в мой марафон. Я вас призываю участвовать и регистрироваться не потому, что это, как мне как-то человек, участвующий, написал. Говорит, Алексей, я в восторге. Это такой крутой проект. Обычно все марафоны проходят в записи. А это такой живой проект. Конечно, живой. Мы живем там вместе с Иваном. И поэтому от всего сердца искренне приглашаем вас. Регистрируйтесь, участвуйте. Я уверен, вы не пожалеете. Залетайте в стори и смотрите, что там и чем вам он может быть полезен. Я на этом вопросе вам пожелаю приятнейшего, замечательного дня, ребята. Крепчайшего всем здоровья. Позвольте откланяться. Обнимаю вас. И мы с вами прощаемся. До завтра. Все. Всем пока-пока-пока. Кончу вот на этом виде, вот таком красивейшем виде. Обнимаю вас, ребят. Всем хорошего настроения.